Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, вечером, как обычно, подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, затем посмотрим, что происходит на российских рынках, что творится на американских рынках, разберем цену нефти и золота, покопаемся в лучшей российской компании, заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокер-открытие, там у меня российские активы и также у меня есть два брокерских счета в Тинькофф. На ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и в завершении, как обычно, попытаемся спрогнозировать, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Ну и перед тем, как мы начнем, друзья, попрошу вас поставить лайк за это видео. Спасибо большое, погнали! Друзья, ну вчера все, наверное, смотрели кадры, как Александр Григорьевич Лукашенко ходил по резиденции с автоматом, потом летал в вертолете, был он вооружен до зубов, в бронежилете был, водил с собой своего сына 15-летнего, который тоже был с оружием. Друзья, у меня просто слов нет, это дикий трэш, что это вообще было? Я просто в недоумении. То есть если это писали пиарщики, ну как можно было написать такую бредятину, да? Ну в 21 веке, в 2020 году президент страны, который считает себя легитимным, ходит с автоматом и говорит своим силовикам, ребята, мы с ними разберемся. Имея в виду огромные массы толпы, просто тысячи и десятки тысяч людей, которые в это время выходят на акции протеста против тебя. Вы знаете, мне вот после этих кадров приходит в голову фильм «Эскабар». Кто не видел, посмотрите, классный фильм с Хавьером Барденом, главной роли с Пенелопой Круз, про известного торговца, в общем-то, латиноамериканского. Но, друзья, это было в Латинской Америке, это было, блин, извини, 30 лет назад. Как подобное возможно сегодня? У меня просто это в голове не укладывается. Также сегодня Дональд Трамп был официально избран представителем, кандидатом в президенты от Республиканской партии. Но это, в общем-то, было ожидаемое событие. Недавно демократы официально выбрали Байдена своим представителем. Ну и, собственно, два деда в итоге схлестнутся на президентских выборах. И вы знаете, будь я американцем, я даже не знаю, кому бы из них отдал предпочтение. Один совершенно безумен, на мой взгляд, второй уже слишком старым и разматичен. Ну вот странные какие-то выборы. Выбор есть, а выбора, как говорится, нет. Ну и, друзья, вчера состоялся просто сногсшибательный финал Лиги Чемпионов. Я его смотрел взахлеб практически. Ну такой уровень игры. В свое время Леонид Слуцкий сказал, что Лига Чемпионов – это космос. Да, на самом деле, друзья, это был космос. Это было зрелище, которое можно демонстрировать в Большом театре. Сумасшедшая техника, сумасшедшие скорости. Бавария победила, стала шестикратным обладателем трофея. Классная команда и классная победа. Ну что, погнали на рынки. Индекс РТС сегодня закрылся в плюсе на 1,55%. Индекс Мосбиржи прибавил 1,13%. Золото сегодня просело на 0,43%. И сейчас стоит 1,932 доллара за тройскую унцию. Ну и золото все дальше отдаляется от цены в 2 тысячи. Ну и, в общем-то, значительно откатилось после рекордных пиков. Зато растет черное золото. Российская нефть Юрлс стоит 44,70 доллара и за день прибавляет более 2%. Также в плюсе бренд. Плюс 1,49 и торгуется по цене 45 долларов 1 цент за баррель. Америка тоже в плюсе. S&P 500 сейчас торгуется в плюс на 0,69%. А индекс Доу Джонса прибавляет 0,93%. Ну вот такой вот приятный понедельник для фондовых рынков. Ну и, соответственно, есть у меня ощущение, что сегодня и мой, и ваши портфели должны оказаться в зеленой зоне. Ну и вот они, друзья, сегодняшние лидеры на российском рынке. И на первом месте Ставрополь Энергосбыт и обычные привилегированные акции. Первые прибавили более 23%, вторые почти 7%. И замыкает тройку М-Видео плюс 6,92%. Также мы тут видим Банк Кузнецкий, ДАК Энергосбыт, Нижнекамск Шина, Нижегородская сбытовая компания, Саратов Энерго, НПлюс и ОГК-2. Ну давайте сегодня разберем нашего лидера Ставрополь Энергосбыт. Акция за месяц прибавила 69%, за год у нее плюс 91%. За три года плюс 104%. Ну неплохие результаты. Так, 66 копеек стоит одна акция. Давайте посмотрим на показатели. Так, цена доход по компании 17,45. Немножко много. Дивиденды инвестинг указывает, что их нет. Сейчас будем в приложении брокера уточнять. Смотрим теханализ по компании на день покупать. Давайте посмотрим на месяц. На месяц активно покупать. Скользящие средние 12 к 0, технические 6 к 1. В приложении брокера Тинькофф актива нет. Смотрим на него тогда в брокере открытие. Вот это акция с графиком за сегодня. График компании за 7 дней, за 30 дней и за полгода. Ну, в общем-то, неплохо. Рос актив почти не видно на этом графике коронавируса. Потом был хороший рост где-то с 26 июля. Потом неплохое падение. Ну, в общем, в целом актив положительно себя ведет. Вот график актива за год и общий график. Ну, неплохая, друзья, компания. Безусловно, неплохая. Так, детали. Ставрополь Энергосбыт – это лидер по поставке электроэнергии на территории Ставропольского края. Одна из крупнейших энергосбытовых компаний Юга России, которая имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности. В 2015 году получила реорганизованно в ПАО. Нет дивидендов. Это вот, пожалуй, единственный недостаток компании, который можно обнаружить. Ну, друзья, про энергетику много уже на моем канале сказано. Повторяться я не буду. Мне кажется, это отрасль, которая обязательно должна быть у каждого инвестора. А вот какую конкретно компанию выбирать из этой отрасли решать вам. У меня, например, из энергетики есть компания Ленэнерго. Привилегированные акции есть у ГК-2, которая, кстати, в лидерах сегодня была у нас в нашем списке. Есть Юнипро, есть Интеррау и Россети. Вот такой вот у меня комплект. И этим комплектом я вполне доволен. Так, давайте посмотрим, что сегодня в моем портфеле. Начинаем с российских активов в брокере Открытия. И здесь сегодня плюс 1,09% и плюс 5812 рублей. Довольно продуктивный денечек. За 7 дней у меня получается плюс 0,43 по российским активам и плюс 2275 рублей. За месяц плюс 9,11 плюс 47 тысяч рублей. И за год плюс 27,37 плюс 92 тысячи. Так, давайте посмотрим, что сегодня у меня в лидерах. Это ОГК-2 плюс 4% почти. На втором месте АФК-система плюс 2,86. Ну и Лукойл, конечно же, радуется росту нефти. Плюс 1,88. К нам, кстати, в город послезавтра приезжает Спартак. Будет играть против Ротера. На этот матч я пойду, друзья. Так что очень любопытно посмотреть. Ну просто кто не в курсе, Лукойл это титульный спонсор московского Спартака. И, собственно, Леонид Федун является вице-президентом Лукойла и президентом Спартака. Вот такое небольшое спортивное отступление. Так, FXWO плюс 1,78. Также в плюсе Детский мир. Яндекс. Интерау. Полюс Россети. МТС, FXUS, Юнипро, Сбербанк, Префы, облигация ФК-система, Сбербанк, Обычка, Ленэнерго. В минусе Норникель, Полиметал. На 0,3 сегодня слабеет доллар. Стоит 74,57 рубля. И лидер падения Мосбиржа. Минус 0,52. По Мосбирже, друзья, сегодня я делал видос о том, что они запустили торговлю американскими акциями. Но при этом номинированными в рублях, скорее всего, это будет выполняться через брокера Сбербанк, насколько я понял. И мне, кстати, один из зрителей, по-моему, Никита это был, если не ошибаюсь, Баранов, писал, что появились даже эти акции в Сберии. У меня просто нет брокера Сбербанк. Так что, друзья, если кто-то в теме, напишите, вообще появилась ли возможность эти акции покупать. Потому что Никита писал, это было днем, что в терминал вроде как завели, но купить пока нельзя. Ну, я в своих брокерах никаких изменений не обнаружил. У меня, в общем-то, есть выход на СПБ как у Тинькофф, так и у брокера Открытие. Я так думаю, этих брокеров, скорее всего, весь этот движняк не коснется. Если это не так, поправьте меня, друзья. Так, ну что, здесь сегодня позитивчик. Давайте глянем, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тинькофф. Тут 150 710 рублей. И сегодня плюс 0,66 процентов. 989 рублей бумажный доход. В минусе Эпви, в плюсе Alliant Energy, в минусе AMD, в полтора почти процента растет Apple. Когда же он перестанет это делать, интересно. На самом деле, просто рост такой мыльный, да, получается. Элилили падает, в плюсе Facebook, в минусе Intel, в плюсе Merck, Microsoft, Nike, PayPal и Pepsi. Ну, большинство акций растет. И общий результат по портфелю плюс 19 процентов, плюс 24 тысячи рублей. Так, в минусе из моих 12 акций Элилили, минус 2,53. Intel по-прежнему из минуса не вышел. Я его усреднял недавно. Докупал еще одну акцию, но тем не менее, минус 9,5. И в небольшом минусе компания Pepsi, минус 0,25. Остальной мой портфель в плюсе. И второй мой брокерский счет, это фондовый счет. Здесь сегодня тоже плюс, плюс 0,48 и плюс 705 рублей. Тут, друзья, у меня была вчера еще, я снимал об этом видео, подарочная акция от МТС. Но я ее сегодня продал, как, собственно, и планировал. И докупился фондами, валютными фондами, евровыми, на стоимость этой акции. У меня была акция МТС на 340, по-моему, рублей. И, в общем-то, просто здесь я российские активы не держу. Я держу тут только американские активы. Ну, на этом конкретно счете именно валютные фонды. Ну, и, собственно, эту акцию я сдыхал. Никаких проблем не возникло. Продал совершенно элементарно. Ничего там, Тинькофф меня не просил. Ну, там, доложите на счет 100 тысяч, там, или совершите оборот, там, на 100 миллионов. Нет, просто взял, легко продал, никаких сложностей. Так что, друзья, подарочные акции работают. Если хотите получить такую же, а может, даже еще лучше, ссылочки под, в описании, точнее, под этим видео найдете ссылочки на открытие брокерского счета. И Тинькофф вам тоже акцию подарит. Ну что, вот такой вот денек получился. Со всех точек зрения позитивный. В России и в Америке рост, нефть растет. В общем-то, все здорово и хорошо. Сегодня я читал новость, что какая-то положительная информация по ковид появилась, что вроде как американские врачи готовят какую-то, разрабатывают новую технологию лечения. И вроде как именно на это положительно реагируют рынки. Но вместе с тем мы знаем, что Россия открылась значительно раньше. Тогда еще этой информации не было в СМИ. Но, тем не менее, рост все равно присутствовал. Так что, странное явление. Мы знаем, что сейчас очень напряжены отношения между Китаем и Соединенными Штатами. И новоявленный кандидат от республиканцев, кстати, Дональд Трамп, сегодня говорил о том, что не исключает, возможно, полного разрыва торговых отношений с Китаем. Но мне странно и интересно, почему на это не реагируют рынки. Ну, с отрицательной точки зрения. Поэтому, друзья, в общем-то, сегодня совокупность информации очень велика. И какая из них перевешивает, сложно предсказать. Но, видимо, перевешивает положительное, коль скоро мы видим зеленые графики. Но, друзья, на завтра я не уверен, что эта тенденция продолжится. Почему-то мне представляется, что все-таки вот этот сегодняшний негатив, он в большей степени несколько искусственный. И все-таки информация до рынков может завтра дойти. Вот касательно заявлений Трампа о американо-китайском противостоянии. Я так думаю, рынки могут отреагировать к коррекции. Посмотрим, друзья. У меня перед завтрашним днем ощущения несколько настороженные. Но я буду рад, если я ошибусь, в своих предсказаниях. И завтра мы продолжим богатеть по своим финансовым портфелям. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Все, друзья, доброй ночи. До завтра. Пока-пока.